Удивительный альпинист из Казахстана Максуд Джумаев, обладатель гималайской короны, покоривший все 14 вершин мира высотой выше 8000 метров. И сегодня он у нас в гостях. Это невероятный человек, который смотрит на нашу планету в планетарных масштабах с невероятной высоты. Первые свои 8000 километров в высоту он покорил в 23 года, а сегодня он помогает людям тоже ходить в горы и покорять Эверест, который для каждого, конечно, свой. Мы поговорили с ним о том, почему лучше гор могут быть только горы, в которых ты еще не бывал, почему люди идут в горы, зная, что это может стоить им жизни. И, конечно, о том, как с такой высоты смотрятся наши повседневные заботы и проблемы. Очень интересный, уникальный человек, и беседа получилась тоже философской и увлекательной. Располагайтесь поудобнее, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на Алха Казахстан, чтобы ничего не пропустить. Ну а мы начинаем. Приятного просмотра! Вообще, когда я про вас узнал, я точнее сначала узнал вообще про девушку, ну заголовок был «Девушка, которая первая залезла на Эверест». Я сначала удивился про девушку, а потом, когда зашел и начал изучать про вас информацию, я еще больше удивился, потому что вы входите в число людей, которые покорили все самые высокие горы мира, все восьмитысячники. И даже есть титул какой-то или негласное звание, король там… Тигр снегов. Вот-вот-вот. И получается, вы единственный из Казахстана, и, по-моему, 10 человек всего вообще в мире, да, которые покорили вот эти все восьмитысячники. Это правильно? Отчасти. Первый, наверное, пока, надеюсь, казах. А так вообще настроя казахстанцев, кто выполнили эту самую сложную программу в алипинизме, это восхождение на все высочайшие вершины мира, там без кислорода, без шерпов, там без гидов. Вот, это мой товарищ, однополчанин, можно сказать, Василий Певцов и Денис Урубко, ну, который уже сейчас уже в другой стране проживает и верноподданный другой страны настроем. Вот, и мы выполнили эту программу. Друзья, сейчас сезон отпусков, поэтому, если вдруг вы задумались о путешествии, используйте поиск дешевых авиабилетов, Aviasales KZ. В нем вы легко найдете самые лучшие цены за считанные секунды. В рамках государственной, можно сказать, программы 14 восьмитысячников сборной команды Казахстана. То есть мы вот выполняли, потом раз, и каждый пошел уже своим путем. А сами вы родом с запада? С западного Казахстана, там родился в поселке Федоров Катерекинского района, все детство провел в поселке Чапаева, но тогда то ли город поселкового типа, то ли поселок городского типа, там, где погиб легендарный начдив Василий Иванович Чапаев. Вот, и уже дальше, дальше потихонечку-потихонечку перебрался поближе к горам. Да, потому что там же у Вас, ну, степь, там же горы. Ну да, да. У меня миссия такая, судьба, восхвалять степи на вершинах горных. Вот я про Вас читал, где Вы рассказали про первое свое восхождение на восьмитысячник. Первое, ну, наверняка это было не первое Ваше восхождение в горы, но просто вот такое покорили, или альпинизм, неправильно говорить покорили, надо говорить... Вам можно. Это альпинисту зазорно, так выражаться, вульгарно, я бы сказал. Ну, покорили, но это же ведь... Гора дала. Не Вы придумали. Да, поэтому абсолютно простительно. Да, было восхождение в 2000 году на Шишипангу. Какие эмоции, что почувствовали? Вы там пишете, что прям какое-то перевернулось жизнь. А можете вот про этот момент детально рассказать? Что чувствует человек, который вот на такую высоту поднимается? Ну, дай Бог памяти. Это было давно. Ну, сколько, 24 года тому назад. Вся жизнь, можно сказать, прошла. Сейчас могу отметить, что в том восхождении технические сложности, наверное, уходили на второй план. Так как я совершал восхождение с американской командой, один, двое моих соотечественников, Вадим Жан Рашидович Хайбулин, тренер, и Андрей Сердюк, они отказались от восхождения по причинам плохого здоровья, болезни, можно сказать. Вот, и больше было психологического. Но я помню один момент, когда здесь вот в процессе моего становления как спортсмена были соревнования по скалолазанию. И я лез по скале, вот, неопытный, но старался, там была щель, я туда и локти, и чуть ли не голову заклинивал, чтобы пролезть вот этот сложный участок. Его пролез, но не уложился во время, и я там кричал, радовался жизни. На следующий день меня вызывает наш тренер, ну, тогда я служил в армии, срочную службу проходил в рядах Центрального спортивного клуба армии. И он говорит, ты чего это устроил, цирк? Я говорю, я радовался, что прошел ключ маршрута, а он мне сказал, ты не должен радоваться своим поражением. А я сказал, а я радовался преодолением для себя определенной черты. То есть для меня уже было это достижение, что я вот на тренировках не мог пройти этот участок, а тут прошел. То же самое примерно было и на Шишипангбе. Когда для меня, для неопытного, надо признать, альпиниста, было все новое. То есть я взошел на восьмитысячник, будучи, не имея за своими плечами вершины семитысячной высоты. То есть, по сути, это была большая авантюра. Но я надеялся на моих старших товарищей, но, к сожалению, их не было. И вот этот момент, он был переломный. Я боялся элементарно ветра. То есть я никогда в жизни не сталкивался с ураганным ветром. Я никогда не сталкивался с такими высотами, с гипоксией. Но тут, ну, молодой был, худой, 55 килограмм весил. Мы таскали чуть ли не по 40 килограмм рюкзаки в горах здесь, под Алматой. И вот я иду, мне тяжело, и я, наверное, именно в тот момент я отдался судьбе. То есть что будет, то будет. И когда мы взошли с командой на центральную вершину пика Шашапангба, то есть есть главная и центральная. То есть сам центральная не считается главной вершиной. Главная она дальше, и она была ли трудоемкая и более опасная. И у меня был под пуховкой флаг казахстанский. И когда мы поднялись на эту вершину, я понял, что вот вершина буквально в трех метрах от меня. Был очень острый крепень вот такой. И мои друзья из Америки, они оседлали эту вершину, как вот на конях вот так вот сидят. Типа, пойдем сюда. Я говорю, нет, спасибо. Я говорю, вот здесь вот не так опасно. Я вот достиг своей высоты и ушел вниз. Конечно, получил он огоняет свою тренера. Он сказал, ты где вот фотография там с флагами. Я говорю, я об этом не подумал. Для меня было очень важно просто проверить, то есть пройти экзамен жизненный. Да, это вообще очень интересно, потому что вот сейчас уже по прошествии лет вы можете по-другому взглянуть на разные жизненные ситуации. Например, вот я когда вспоминаю, у меня, конечно, не было восхождений в гору или еще что-то, но были моменты в жизни, которые могли стать переломными, очень опасные, очень рискованные. И сейчас, возвращаясь мысленно в те жизненные ситуации, я понимаю, что как же повезло, что я вот через них прошел именно так. А какие вы вспоминаете ситуации у вас в горах? Какие были жизненные, когда вот вы сейчас перематываете, и у вас холод по коже проходит, потому что вы сейчас понимаете, насколько это опасно, а тогда не понимали? Наверное, любое восхождение было суперопасным. Это сейчас, как родители своих детей остерегают, вот это не дело, это не дело. Вот сейчас я думаю, вот почему я это делал, ведь это делать было нельзя. Ну, жизнь, она такая в горах. Хочешь, не хочешь, там рискуешь. Безусловно, были моменты, когда мы были на грани жизни и смерти, но сейчас, наверное, испытывать такой кунг-фу-холодок по спине не получается, так как понимаешь, что либо это была фатальность уже, и были моменты, когда мы просто смирились с своим положением дел, были моменты, когда мы теряли друзей, то есть даже в том 2000 году на своей первой, в первой своей экспедиции на 8 тысяч, можно сказать, у нас на руках умер тайваньский альпинист, в возрасте дедушка был. Вот, и потом, наверное, все восхождения ты сталкиваешься вот с этими, наверное, доказательствами бренности жизни. Как так вообще получилось, что вы, вот первую гору вы покорили 20-23 года, да, по-моему, ну вот 8-тысячник, а как так получилось, что вы вообще, почему пошли в горы, почему они вас так заинтересовали? Ну, я думаю, любой человек, который пребывает в Алматы, так или иначе обращает свои взоры и внимание к горам. Горы еще много-много лет тому назад в какой-то научно-популярной передаче увидел, ну, услышал слова профессора Притцкера, кажется. Он рассказывал, что энергия, которая попадает на Землю, она начинает тоже закручиваться по движению планеты. И в местах выпуклостей, холмов, гор, высоких гор, начинаются большие завихрения и образуются, наверное, не знаю, сгустки энергии, кладезь информации, шамбалы, по-разному можно назвать. И меня это привлекло, хотел узнать, что это. Ну, и вообще человеку из прикаспийской низменности, можно сказать, который попадает в другую стихию, это, безусловно, событие. Ну, не знаю, вы сейчас рассказываете, а я прям представляю вот эти горы, вот Эверест, на который, ну, там же очень много людей погибает ежегодно. И я вот сейчас думаю, а вот люди, которые забираются на 8 тысяч, на 6 тысяч, что ими движет, почему они туда идут? Могу лишь со своей колокольней сказать и рассказать, что меня мотивировало. В самом начале, безусловно, это было любопытство, это было приключение, то есть это было общество замечательных людей, стихия, вершины, спорт. Да, ну, все-таки надо отдать должное, что все-таки Мог в альпинизме достиг всех спортивных высот, всех званий, регалий. Вот, и тогда это было и спортивная составляющая. Вот, но и по сути, меня иногда спрашивают, почему вы там ходите в горы? Я говорю, ничего другого делать хорошо не могу. Это круто, интересно. Даже я вот, ну, мы общаемся сейчас, и я думаю, а вот как бы я себя чувствовал, если бы я вот большую часть времени проводил бы в горах? Мне бы, наверное, среди обычных людей было бы немного скучно. Это вопрос? Это вопрос. Как вы себя чувствуете среди вот, ну, когда возвращаетесь, эти все кафешки, рестораны, вот наша Алмата, там, вот это такая обычная жизнь? Я не живу обычной жизнью. Да, да. Вот, так как я еще и военный, то есть понятие кафешки, рестораны, это не про меня. Вообще, честно говоря, я такой был немножко отстранен от жизни молодой человек, то есть он особо никогда не ходил по дискотекам, хотя меня одно время там называли танцор диска в поселке, потому что я там зажигал, когда была возможность. Вот, но сейчас тоже, вот именно в горах я пропустил именно тот период жизни, когда людей тянет в какие-то увеселительные заведения, шум, эмоции, ну, вообще козерог, страшный интроверт, домосед, я не знаю, там, однолюб. Вот, поэтому как-то в жизни прошло это все мимо меня, но мне все равно нравится общаться с людьми, но просто у меня очень узкий и, наверное, маленький круг тех людей, кто находится на моей орбите, в моей вселенной. Знаете, если бы, наверное, каждая нация, если бы каждая страна считала, что их земля срединная, не претендуя на лидерство, не претендуя на какое-то головенство, что вот они и только они, я думаю, что у людей было бы больше ответственности за планетарное будущее, потому что если ты живешь с пониманием, что твоя земля, что твое прошлое, ну, условно, конечно, претерпевало много разных потрясений, но при этом сохранила духовность, то тогда и люди, живущие на этой стране, в этой стране будут духовно развитые, то есть с высокой духовностью. Все меняется, как бы там просто надо стараться шагать в ритме жизни, не противиться, не держаться за старое, а меняться в лучшую сторону и надеяться, что все-таки мы выживем. У вас, вот как раз я у вас хотел спросить по поводу, какое может сделать пожелание человек, который смотрит на планету с масштаба планетарного, то есть вы же смотрите с высоты, и для вас некоторые вот наши повседневные заботы, они не такие существенные, а вы смотрите вот прям масштабно. Такой вот жизненный урок, которому вот вы научились за время ваших путешествий в горах, каким вы можете поделиться вот с нами, с нашими зрителями, и, возможно, это тоже как-то повлияет на будущее не только Казахстана, но и, возможно, регион, а может быть, даже целой планеты. Ну, хоть и мне удалось побывать три раза на самой верхней точке и не скажу, что я испытывал одни и те же эмоции. Там с высоты, да и даже не обязательно, находясь на самой верхней точке, там, условно, наши цели, там горы, на которые мы совершали восхождение, ну, даже совершая восхождение на трёх, там, четырёх, пяти тысячник, человек найдёт, условно, свой эверест и уже с этой точки постарается увидеть свою жизнь, себя именно со стороны, с высоты. Это вот одно из таких приятных фишек в альпинизме, когда ты можешь абстрагироваться от обыденной жизни, да, вот от этой серости, бытовухи, можно сказать, уйти в горы, где совсем другие законы, да, где ты понимаешь, что там всё бренно, ты на самом деле муравей, вот, и вот карабкаешься, карабкаешься, разбираешься и понимаешь, ну, как всё относительно и в отношениях между людьми, а они всегда разные, и в отношениях к определённым вещам. Вот на вершине ты, ну, как я и говорил, почему я и вновь, и вновь возвращаюсь на вершины, потому что вроде бы так получается, что свои степи, бескрайние степи я нашёл в горах, когда ты поднимаешься на вершину, в том числе и эвереста, ты видишь большую часть земли, то, что не увидит ни один человек. То есть да, мы условно на наших пятитысячниках, четырёхтысячниках увидим горизонт, условно, в сотни километра, но когда ты на вершине, там, выше восьми тысяч метров, ты видишь горизонты тысяч километров. То есть это, безусловно, наверное, это вот крайняя точка, следующая точка только космос, когда человек видит сотни тысяч километров горизонта. Поэтому альпинизм — это возможность, в частности, эверест — это возможность всё-таки побывать в космосе, но не на ракете, а пешком. Наверное, как-то так. И возможность, как сказал Эйнштейн, почувствовать себя песчинкой на берегу океана. — Причастности и важности, ведь пустыня — это не одна песчинка. Пустыня — это триллионы-триллионы, и без одной песчинки не будет и всей этой пустыни. В том числе возьмём и каплю воды. Без капли воды не будет океанов. — То есть от каждого из нас ещё и зависит. Если ты чувствуешь, что ты пазл и не где-нибудь на краю картинки, а именно в центре, я думаю, это неплохой вариант развития событий. — Да. Такая у нас очень философская беседа сегодня получилась. — А, альпинисты, они всё такие. С удовольствием ещё вас приглашу. Ещё раз надеюсь, что встретимся, ещё раз пообщаемся. И для этого хочу спросить, а какие у вас планы в будущем? Что хотите? Может быть, ещё какую-то перед собой амбициозную цель ставить? — Ну, по-другому никак. В 2011 году, когда я завершил программу 14 восьмитысячников, всё в жизни я сделал на самом деле всё. Именно в альпинизме. И именно в тот момент я испытал вакуум, вакуум мечты, так как в альпинизме было уже всё, можно сказать, выработано, то есть там жила золотая ушла. И вот сейчас, вернувшись с очередного восхождения, с закрытием гештальта по первой казашке на вершине Эверест, сейчас живу новыми проектами. Это восхождение тоже на вершину выше восьми тысяч метров. Это Монаслу. Восемь сто шестьдесят три метра. Впервые сборной командой инструкторов по горной подготовке всех силовых ведомств Республики Казахстан. То есть сейчас выросла большая плеяда сильных альпинистов, инструкторов, горников, альпинистов, можно по-разному их называть, которые, в принципе, уже готовы выполнять задачи, то есть уже таких в зоне смерти, можно так сказать, да, то есть там быть на острие. И вот этим проектом мы сейчас живу, до него буквально осталось немного, то есть в сентябре уже запланировано, поэтому сейчас идёт большая работа и с Союзом генералов Казахстана, и люди заинтересовались этим проектом, потому что это реально новое слово, потому что раньше альпинизм это было только вот спортивные секции, и всё, сейчас, наоборот, вектор поменялся, альпинизм, он больше развивается именно в силовых структурах, потому что все подразделения специального назначения или около того, они в рамках боевой подготовки проходят именно горную составляющую, и я рад, что они условно, ну, моя задача просто не только показать, что горы – это как полоса препятствий, но ещё и какая-то есть в этом духовность, какая-то красота, то есть там, что даже человек с оружием, который защищает покой своих детей, своей страны, своих городов, то есть должен не только быть сильным телом, но и духом. А сейчас ребята увидели, сейчас столько много ребят ходит в горы, все казахи что думают, мы боксёры, борщики там, все такие, это наш, а альпинизм там не нужно, хотя альпинизм – это прекрасный плацдарм, чтобы развиться не только физически, но и духовно, потому что условно силовые виды спорта для меня больше, допустим, импонируют, такие как там Ушу, там, ну, не знаю, там, карате, кунг-фу, да, то есть это духовность, в первую очередь, это путь к Богу и через там дисциплину, тренировки и боевые искусства, то есть это не искусство побеждать другого человека, это искусство побеждать свои слабости внутри человека. Альпинизм – то же самое. Супер вообще, интересно, прям тоже мне захотелось в горы пойти, но я представляю, насколько это сложно, поэтому, наверное, пока что время для моего Эвереста ещё не пришло. Четыре тысячи, вот я поднялся, всё, для меня это прям достаточно. Рахмет Цизге, что пришли, пообщались с нами, будем ещё обязательно приглашать вас, вот, потому что это очень интересно, и вы тоже, как, сейчас я подумал, что вы, наверное, как Юрий Гагарин, вот, Юрий Гагарин был первый человек, который полетел в космос, вот, а вы человек, который, представитель Казахстана, стали первым, кто покорил 14, да, вершин, 12 вершин. 14 восьмитричников, да, но первый был Дениска, вторым, третьим мы были с Василием, потому что мы одновременно ступили на вершину К2. Но на самом деле, наверное, как я уже только что сказал, неважно достижение я, прошлого, главное, что ты здесь и сейчас творишь, потому что эти восхождения, они каждый день, вот, а уже не отступиться, не потерять веру, сохранить мотивацию, это, конечно, большого и дорогого стоит. Поэтому приглашаю тебя в горы, прогуляемся, со мной можно, вот. Вот, я думаю, что Рахмет, что пригласили, и для меня это тоже определенная такая площадка, где я могу донести до людей там, ни слова, какие-то, какие-то моменты, какую-то информацию, которая послужит им во благо. Спасибо за субтитры Т Sound. Спасибо за субтитры Алексею Целубу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!